Поговорим о фондовых индексах. Фондовый индекс это составной показатель на основе группы цен акций. В Америке существует большое количество индексов, я не буду все их перечислять. Есть даже секторальные индексы, вы будете видеть на презентации названия этих. Важно сказать, что индексы по сути это определенный фильтр. Определенный фильтр, то есть если компания входит в индекс, то у инвестора это уже может быть определенным критерием, определенным ориентиром, фильтром, насколько компания, предположим, крупна. Индекс Dow Jones, индекс S&P, индекс Nasdaq Composite. Посмотрим дальше. Индекс Dow Jones, характеристика индекса, он рассчитывается более 130 лет. Это самый старейший биржевой индекс. Рассчитывается на основание 30 крупных американских компаний. Компании, которые в него входят, они не показывают всю американскую экономику. Показывают лишь часть. Там есть финансовый сектор, там есть IT-сектор, производственный сектор. Хотя сам индекс Dow Jones называется индустриальным сектором, это больше пережитки прошлого. Сейчас в него входят компании в сфере услуг, в сфере медицины, в сфере IT-технологий. Но ключевой его плюс в том, что он рассчитывается более 100 лет и имеет колоссальную историю. Когда другие индексы еще не рассчитывались, всегда можно посмотреть, как развилась американская экономика. Потому что существует такое мнение, что история повторяется. И если был спад и после этого последовал рост, после определенных событий, войны, кризисы, войны, кризисы и так по спирали, то то же самое может повториться и только вопрос, насколько это будет сильно или там отличаться от предыдущей истории. Его минусом выглядит то, что он рассчитывается всего из 30 компаний. Стандартный большой индекс Dow Jones, классический индекс Dow Jones рассчитывается из 30 компаний. То есть он не покрывает всю американскую экономику и по нем делать какой-то вывод относительно роста всей американской экономики проблематично. Соответственно он не отражает состояние всей экономики. Индекс S&P 500 в названии 500 рассчитывается на основании 500 крупнейших американских компаний по капитализации. Если в индекс Dow Jones входят компании, которые не обязательно будут самыми крупными по капитализации на американском рынке, то в индекс S&P 500 только крупнейший по капитализации среди публичных компаний. Важно сказать, если компания не публичная, то она не будет входить в индекс. То есть вот просто для сравнения, когда-то компания Virgin, как этого веселого дядьку зовут? Ричард Брэнсон, точно. Ричард Брэнсон была публичной компанией, торговалась на бирже. Затем акционеры, он в том числе выкупил на рынке все акции и сделал ее частной. Вернул назад в формат частного. То есть не всегда формат публичной компании лучше, чем частная компания. Например, я когда читал, кто читал «К черту все, бери, сиделай». Ну вот рекомендую книгу. Рассказывает Ричард Брэнсон от себя, как он начинал, что он делал, вообще как у него все получалось. Такая очень классная, мотивирующая книга, вообще в принципе рекомендуется всем людям, которые хотят там развиваться. То вот он сказал, он на вопрос, почему сделал из публичной компании, снова вернул в частную, сказал, слишком мне нужно оперативно принимать решение, быстро принимать решение. Вот я часто все держу на кончиках пальцах, интуитивно. Просто чтобы те, кто не читал книгу, поняли идею открытия авиалинии, у него был в самом начале. У него возник вопрос, когда он отдыхал на острове, и дальше нужно было с этого острова выехать. И он был не один, он был еще с несколькими людьми. И в общем он на месте, прямо на взлетно-посадочной полосе договорился, соблазнил, подкупил пилота, собрал со всех окружающих деньги и заплатил в конечном итоге за проезд всех, ну так, чтобы заправили этот самолет, и он полетел и вернулся домой. После этого у него родилась идея сделать сначала из одного самолета авиалинию, ну представьте себе, вот самолет, точнее авиалинию из одного самолета. Ну сначала это был один самолет, потом два, потом 22 и так далее. И сейчас они одни из крупнейших, по крайней мере с точки зрения бюджетных авиалиний, и там держат свой сегмент. То же самое у него идеи были по, всегда мечтал слетать в космос, и организовать космический туризм. Так вот, на вопрос, почему превратил из публичной компании в частную компанию, говорит, я все держу на кочках пальцах, мне совещание с советом директоров, а ведь какой формат, если компания становится публичной, то есть вы, 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 вы вкладываете деньги в компанию и своих делегатов, то есть в совет директоров привлекаете для того, чтобы контролировать, опять-таки, как ваши деньги, ну, словно говоря, работают. Так как вы вкладываете деньги, вы уже становитесь полноправными, имеете там право вета, право голоса, у Сонера даже сместить, как это было с Apple и Стивом Джобсом, сместить даже основателя компании. Ну, то есть есть определенные вещи, когда с одной стороны это хороший механизм для привлечения финансирования, относительно дешевого, а с другой стороны накладывает определенные обязательства по отчетности, по информации относительно, там, о скорости принятия решений и прочее. Поэтому в индекс S&P 500 входит только компания, которая является публичной. Он включает в себя 15 крупнейших по капитализации компаний, критерий для включения размер капитализации. В него входит как акции из индекса, как акции из биржи Нью-Йоркской фондовой биржи NICE, так и из акций из биржи NASDAQ. Индекс NASDAQ Composite. Существует вариация этого индекса. Сам индекс рассчитывается на основании всех компаний, которые торгуются на бирже NASDAQ. Это больше 3000 компаний, порядка 3000 компаний. Хотя есть, например, индекс NASDAQ 100, рассчитываемый на основании 100 компаний. Есть индекс NASDAQ BioTechnology, который рассчитывается на основании компаний, которые входят в сектор биотехнологий и фармацевтики. Но сейчас говорим об основном индексе. Его преимущество, он включает компанию IT-сектора. То есть вот если вы хотите купить акции Apple или купить акции Facebook, а буквально недавно было IPO китайской компании Alibaba, кто слышал, даже на эту тему я подготовил в нашем блоге статью, как вообще заработать на IPO, так вот для понимания, что для этого нужно, как это все проходит, потом дам ссылку. То если кто-то хочет купить акции IT-компании, прямиком дорога на бирже NASDAQ. Опять-таки прямиком дорога, это мы говорим не пошел, потопал, а просто взял и открыл себе нужную секцию, но не на Нью-Йоркской фондовой бирже, но в своем торговом терминале. И смотрим сугубо там на акции из компаний, которые торгуются на бирже NASDAQ. Он рассчитывается на основании всех компаний на бирже. Акции из индекса торгуются только на бирже NASDAQ. Бimas ПРОЗГУЩУЩАЯк КАКОГА